Всех приветствую на своем канале. Я вот приехала вчера из деревни и у меня голяк похоти. Не, овощи есть, там все такое есть. Тетя мне там пару пирожков принесла, пару сосисок, но есть-то что-то надо, а есть-то мне и нечего. Ну да, овощи-то не едать. Короче, вот если тут финики где-то будут на фотке, на заставке, финики у меня были заранее куплены. Я решила вам обозреть все, что я сейчас в пятерке купила и про яйца решила показать вообще самое дешевое. Я что-то взяла, там куча всего по скидке было. Что-то путное, что-то не очень, без чего-то можно прожить. И кто-то меня просил в каментах купить и обозреть углические роллы. Я почитала отзывы про эти углические роллы, я не рискнула. Максимум, про что я бы рискнула, но это с кем-то в компании. Ну вот Аленка не едет, а не едет, а лето закончилось, а на летом собиралась. Но что-то вот она так и не доехала, к сожалению. Канал, собственно, рекламы. Она, значит, Елена Снегирева. Снегирева. Хотя, когда я делала какую-то хренатень с фотками, она сказала, что у нее фамилии ее нету, а есть ссылка Е, в общем. Или я уж не помню. Ну да, бог с ней, с ним, с этой фамилией. В общем, единственные роллы, которые можно есть, которые я бы порекламила, если вдруг вы приедете в угличе, захочется роллов, как я и говорила, в каментах, не помню вообще, под каким видео это спрашивали. У нас там есть на часовом такой отделчик, типа как рынок, да, северный. И там, вот встанете лицом к рынку северному. Налево пойдете, там вот океан, и куча всяких таких магазинчиков. Есть там где-то то ли корейские салаты, то ли корейская еда, то ли роллы, суши, то ли что-то. Вроде, короче, суши там нету, суси. Но есть роллы, и роллы делают кореянка, точнее она, по-моему, ее муж и делают небольшими порциями, она там продает, там, по-моему, от 200 рублей сейчас вроде можно купить, я уж точно не помню. Но у нее раньше было все по 160, если не берешь имбирь и васаби, то она отдавала по 150. Видать, у нее процесс пошел и стало, ну, в общем, вкусное у нее там, пусть она делает как хочет. Я же купила себе по скидке в 10, что ли, рублей, оно дешевле. Вообще, по 134 с копейками, роллы Филадельфия набор, масса нету, то есть 50 грамм я их уже как-то покупала. Тупо мне сегодня вдруг, или вчера, или вообще приснилось, ну, короче, или в деревне даже захотелось этих роллов, именно вот этих, и вот они там были. Сейчас я скажу, где они вообще делаются. А, кстати, вот я думала, что их делают в Питере, их как раз в Питере и делают. В общем, питерские роллы живут 10 дней после вскрытия или до вскрытия, или вообще сделаны 11 числа. Там вообще были и 4 числа, но я так полазала, полазала, смотрю, 11. Думаю, погода не будет, потому что вот в этих всех кафешках улических, и не улических тоже, ну, кореянки-то там она привозит, у нее просто разбирает, понимаешь, что их уже нету, что вот только-только привезли. Я просто как-то однажды была свидетелем, как у нее муж с сыном привозили эти роллы, только что сделанные. И тогда у моей тогдашней подружки из нашей девчачьей компании, моей очень девчачьей компании, бойфренд был соседом как раз этой кореянки. Ну, в общем, я хотя бы знаю, что вот там действительно делаются свежими. А во всех этих магазинах, точнее в кафешках этих вот, да в том же манеке фигнер, когда их делали. Может, их сделали, разогрели и подали. Вот, в общем, вот оно. Вообще, дико хотела есть, я сегодня съела только сосиску, с маленьким кусочком булочки. Про яйца я заговорила, наверное, уже говорила, это вот Сиси Шмидт, я у нее видела какой-то видос на тему моих пустых баночек, так у нее были там, по-моему, яйца у нее там были в видосе. Я еще подумала, почему бы не показать эти яйца. Пусть народ уже снется, что я за 27 рублей с копейками по скидке купила яйца. Я их уже такие брала, только, по-моему, может, коробочка немножко другая была, но вот именно зеленая наклеечка была, куриные яйца, пищевые, столовые, 10 штук. Вторая категория, я все в категориях яиц не понимаю, у меня как-то фиолетово. Это у нас Нижегородская область, а может, я такие еще не брала, потому что они как-то по-другому назывались. Ну, вообще, яйца, они же куриные, какая разница, какая область. В общем, сейчас хоть глянем, что там за яйца. О, блин. Слушайте, обычные яйца. В домашний путь примерно такого цвета, если курица реже. В общем, вот у меня тут яйца. У меня тут не только еда, но и, как понимаете, сладкое. Раньше я проходила в магазин, покупала 1 треть еды и 2 треть сладкого. Потом я стала покупать 2 треть еды и 1 треть сладкого. Иногда даже сладкого не покупала. Хотя я не знаю, насколько это сладкое, насколько тут чего. Персики, я вообще без понятия, о чем они. Один был вот такой, и я его взяла, и он такой мягонький. А другой был поменьше, и тоже был мягонький. А я взяла теперь, сиди, парочку. Так, шоколадки по 35 рублей. Может, 35 с копейками, может, просто 35. Я сначала хотела взять Макс Фан, вроде та, которая мне нравится, но что-то там другое было. И потом я увидела вот эти шоколадки и думаю, да ну нафиг этот Макс Фан, вдруг это не тот Макс Фан, который мне нравится. Я купила эта самая, по-моему, там фирма-то все равно одна настрель. У Макс Фана же настрель, да? Россия, шедрая душа, она тоже вроде как настрель. Я в такой упаковке брала себе в деревню. Точнее, я покупала еще до деревни, но именно уже вот где-то 2 трети шоколадки у меня оставалось, я их брала в деревню. Она отсобачивается, засобачивается. Вот здесь есть такая фигня, как написано на упаковке, можно открыть, а потом отломать, закрыть и засобачить. Ну, я так и делаю. В общем, тут 90 грамм, это у нас кофе с молоком. Я вообще туристичи душу, 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 душу за душу кофе с молоком брала уже несколько раз, мне почему-то оно нравится. Тут практически нормальный состав. Так, я помню заказ на видос про поводу ешек и прочего, но я не очень понимаю, что какие ешки значит. И прежде чем снимать, я думаю, что нам не сначала почитать. И хотя бы самой знать, ну, как можно говорить людям о чем-то, а в чем не пермеса, да? Поэтому про ешки я тоже, конечно, напишу. Запишу. Ну, и вот тут все вроде ничего. Состав сахар, какао тертая, какао масло, молоко сухое, цельное, обезжиренное, скобочков 10,3% сыворока молочная, сухая, кофе растворимый 3,5%. А после этого я думала, что может быть в следующий раз, куплю себе порошок какао, какао-порошок и сваргаю уже с кофе. Благо кофе есть. Аж трех видов. Даже четырех еще есть. Тот, который в зернах можно помолоть. Так, потерялась, ага, где он тут? Так, ага. В общем, молочный жир, эмульгаторы соевый, лецитин и дальше это вот в скобочках соевый лецитин Е467. Я думаю, без этого Е вообще, я вообще что-то еще в деревне подумала, нафига эмульгаторы. Я так понимаю, эмульгаторы это делают эмульсию, но какая эмульсия в шоколадной плитке? Это, я думаю, будет отсыл уже к тому видосу, чтобы я такая не запишу. Я вообще перед деревней собиралась записать про обезьянок, но у меня что-то было очень много дела. Я еще, как честно, гражданин России поперлась на выборы, хотя мой товарищ, коллега по работе, по хобби, по манге, сказал, что типа, ну, я так поняла, что он не одобрил то, что я поперлась. Я вообще про эти выборы забыла, но мне что-то вот все, кому не лень, стали из родней, знакомых, тылдыщить. Выборы, выборы. Я так поняла, что у нас там в городскую думу и губернатора. Но так как Лисицин не баллотировался, я выбрала уже не помню кого. Я вообще не знаю, кто там баллотировался, даже не знаю, кого выбрали. Но вот когда был Лисицин губернатором, мне кажется, он был крутым мужиком. Живок, что он уже давно не губернатора. По-моему, вообще было лет 10 назад. Просто это единственный губернатор, которого я передали, из каких, которые по области были, я помню, по примерной очертанию лица и фамилии. Хотя я не знаю, как его зовут, не помню. Так, а это у нас тоже «Чедра душа России», молочный шоколад с карамелью и арахисом. Так, сахар, вот здесь состав какой-то, возможно, даже сказочный, не знаю. Сахар, паток, масло, молоко сухое, цельное, 13,1% тут больше молока. Какао-масло, арахис жареный 7,3%, какао тертое, сыворотка, молочная сухая, молочный жир. Масло растительное, кто его растил. Вот я как в воду глядела с этим маслом растительным, соль, эмульгаторы, соевый лецитин, Е476, опять же, вот нафига тут эмульгаторы, а? Я понимаю, там эмульсия «Альмагель», а тут-то каким местом эмульсия? Не, если я, может, что-то не то догоняю, вы мне в камень, точнее, что-то не то не догоняю, вы мне в камень так напишите, да? Ароматизаторы натуральные, жареный сахар и ваниль. В общем, вот такая вот, я на неё всё смотрела, смотрела, вообще никак не могла купить, а тут смотрю по скидке, думаю, всё равно давно хотела попробовать, чё бы нет. В общем, консервы мне исключительно с ключом, выбирала, да и практически все были по скидке, ну почти все. Вот это у нас сайра, тихоокеанская, натуральная, фишхаус. У неё состав, я ещё на состав смотрела, состав у нас тут рыба и соль. Я стараюсь всегда брать, если масло там написано, то я смотрю, что за масло. Иногда бывает растительное, чаще всего фигу на тестовом. В общем, тут у нас рыба и соль, мне кажется, фишхаус нормальная такая. 65, по-моему, она стоила, может, с копейками. Я себе купила свининку, тушёная свининка, консервы, кусковые, мясные, стерилизованные, Курганская область. Курганский, точнее, мясокомбинат, 1907 года делается. Тоже с ключиком, ну обычная такая нормальная свининка. Не знаю, я вообще такую, по-моему, первый раз беру. Мне главная суть была, чтобы был ключик. Я, конечно, могу помучиться, кто не видел видео на свой страх или склесните, гляньте, там у меня есть какой-то суп. Ну, пусть я тогда для себя впервые в жизни решила сварить из цыплёнка в консерве. Мне просто было интересно, почему его делают. Люди покупают, но покупают в основном собакам и кошкам. И мне подружка сказала, что оно, помню, тогда съедобное, я помню, тогда делала. Что-то оно мне сначала нравилось, нравилось, я на него подсела. Потом как-то оно по вкусу немножко отличается, мясо цыплёнка, если вы его сварили. Там куча всяких каментов, как я открываю, ножом не та, та-та-та, ля-ля-ля. Ну, умных-то людей дофига же. Я не верю, что они глупые. У каждого свои причуды. В общем, у нас тут такая консерва с ключиком. Ещё, я просто увидела по 49 или по 45, я не помню. Меня так прикололо, уха, там что-то стало продаваться в пятёрке, уха. Правда, я тут смотрела аниме в озвучке Чокобай, Чокопашка. В общем, какого-то чувака на чем, а не стар, кажется, или... Ну, я не помню, чё, но... В общем, там, где Ридманга, смотрела я аниме, кажется, дурочка. Мой товарищ, по-моему, в Манге, сказал, что он читал Мангу, и что она, типа, смешнее. И там такой вот отсевятный частично перевод, что я эту уху, понятно, как прочитала. Я сначала такой устаялась на неё, до мозга дошли богу, я думаю, чё такое? Испорженная я, но потом вот увидела вот это вот. Глянула состав, тут уха камчатская, 240 грамм. Так, из рыбы состав, горбуша, форель, куски произвольной формы, соль поваренная, пищевая. Лавровый лист и перец душистый, плюс ещё рецепт, как это всё приготовить. Но я его ещё не начинала читать, тут вариант соберу, какие-то, та-та-та-ля-ля-ля. В общем, думаю, как мне испарю себе рыбный супчик. Тоже с ключиком. Закупила вся консервами, короче. Я просто свою консерву без ключика оставила в деревне. Ну, на всякий случай, ну, куда-то я всё равно собирать, потому что Карину надо собирать. Кстати, сейчас вот пойду поем, сварганю поесть. С 4 до 6 у меня, или до полседьмого как-то, по времени я должна уж перед сад собрать яблоки. И мне тётя посоветовала. Я облепиху разбирала, но так как, опустим, подробности у меня получилось, что всего совсем чуть-чуть, только стакан, она решила, чтобы я её сама слопала. А потом уже предложила мне немножко облепихи, страстить с яблоками. Я начинаю, что было вкусно. Сварю потом яблочное варенье, возможно, сфоткаю. Возможно, даже на минуту запишу, как тот видос. И там, главное, я с телефона, у меня внезапно сеть была в деревне. Может, потому что мало народу, и сеть была разгружена. У меня загрузился даже в YouTube. Я глянула, там было 13 лайков и 14 дизлайков. Вот кому-то 14 людям так отбомбило, что они не поленились дизлайк поставить на видос в одну минуту про варенье. В общем, свинина тушёная, гастроном номер один. Я вообще без понятия, брала я такую или нет. Но суть в том была, как вы уже помнили, что тут есть ключик. Вот это было по скидке 85 рублей, не знаю, с копейками или без копеек. В общем, вот. Что я ещё тут не показала? Вот, я вообще хотела заехать в наш ларёчек хлебный или даже магнит зайти за какой-нибудь небольшой булочкой. Но и хотела чисто песочное пирожное купить в нашем хлебном ларёчке. Это углич хлеб, но получилось так, что я так нагрузилась, что у меня даже на багажнике было место занято. Не только в корзинке, в сумочке наперевес этой красной из медведского. В общем, у нас тут пончик. Берлинский, по-моему, он сварён из гущёнка 65 грамм. Сегодня сварганинный. Я не так и не поняла, в пятёрке они сами пекут или они размораживают то, что уже кто-то спёк. У кассы, не доходя до кассы, я увидела по 12 гематоген с витамином С, 40 грамм и без витамина С. Дела себе, давно не брала. Но я вообще не знала, что там гематоген есть. Так, я купила молоко себе. Я вообще-то пошла со списком литературы, но забыла этот список дома, поэтому уже так по пути вспоминала, что уже я хотела. Это у нас молоко питьевое, по-моему, с 46 копейками. Она стоила утропостерилизованное для питания детей дошкольного и школьного возраста. Массовая доля жира 2,5. Я вот на время-то смотрела, даже не заметила, сколько я тут. Ну, да чё. Для детского питания нормализованное молоко в Белоруссии сделано. Вообще ни разу не видела, вот решила купить. Ну, именно его. Так-то я молоко люблю кошкинское, но что-то в последнее время оно у меня как-то, это, какой-то привкус я там чувствую. Кошкинское я покупаю обычно в магните. Ну, там где-то вот 44-45 стоит. И живёт 2 месяца до вскрытия в этом своём немножко профольгуированном пакете. Купилась из сметаны волокотской 15% массовой доли жира. Северное молоко. Правда, северным молоком я помню как-то отравилась именно самим молоком. Вообще, чем я только не травилась. Купила себе воду, потому что у меня маленькая бутылочка снова не есть, а есть полторашка, а полторашку с собой в сумке не потаскаешь. По крайней мере, в моей. В общем, минеральная вода, газированная. В ней магнезию хорошо распорить. Так, да, я её пью. Я купила булочек. Я знаю, что они не совсем натуральные булочки. Там какая-то хрень добавлена. Но я как-то их купила, и мне они так понравились. И они, по-моему, есть только в пятёрке. Больше нигде не было. В пятёрке в солнечном. Я вообще купила эти булочки. Что-то они 28 рублей, что ли, стоят? Вообще, батончик нужно было дешевле купить. Там ещё какие-то всякие булочки были. Но что-то я шла вот в пятёрку именно за этими булочками и водой. Что у нас булочки к завтраку? Тут мука пшеничная, соль, вода питьевая, сахар, песок, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарские, прессованные, соль пищевая, кунжут, улучшитель хлебопекарский, пышка, мука пшеничная, мука соевая, пудра сахарная, антиокислитель, аскорбиновая кислота, Е300, ну ясно, что это химическая кислота, эмульгатор, опять же, на какой-то хрен, Е472Е, маленькая Е, прям как это в японском маленьком, иногда. Так, ферментные препараты, они лазы, Е1100, но я подозреваю, что всё, что после чего пишется Е, это химические вариации этих самых, но вот она пусинка такая, мне нравится. Так, что я ещё купила? Ещё я купила 79 рублей, оно стоило, что купай? 300, 600 грамм, сколько тут они? 30 грамм по 12 штук, 12 штук по 30 грамм. Люблю я ещё купаю, когда я себе покупаю, тут что-то увидела и решила купить. И на кассе получилось так, что, ну сначала очередь, то-се, там девчонки передо мной какие-то были, говорят, поставьте кого-нибудь ещё на кассу, ну что там одна сидит, и у неё огромная очередь. И поставили девчонку из моей бывшей девчачьей компании, она там работает, и получилось так, что решила, да и спросила вот про эту карту. Она думала, что у тебя есть, она, да, да, мы их ещё выдаём, я как раз на 800 чем-то опять закупилась, она мне выдала эту карту, а потом выдала две вот эти фигни, какие-то тролли ластики. Вообще без понятия, что это такое, я один хочу вскрыть сейчас при вас, ну и второй, наверное, отдам мелкому, наверное, и первый такой же отдам. Ну вот интересно, тролль-властик, жёлтый немножко с зелёным, видимо, кит, нет, это не кит, а, точно тролль, раз тут тролль, я ещё не подумала, почему тролль-властик. Ой, у меня такой маленький тролль был, мне ещё мама хотела большого тролля подарить всё время, я думала, этих троллей уже не существует. Видимо, тут всякие разные ответы, эти самые тролли. Собери свою коллекцию, отдадим мелочек, если мелочь куда-то собирает. Так, в общем, вот такой у меня сумбурный обзорный видос, я сейчас буду кушать роллы. Если вы осилили до конца, то я шлю позитив, я очень рада, что вы это осилили до конца, потому что я это записала прежде, чем как покушать. В общем, всем спасибо за просмотр и пока!